А из этого окна спортивная площадка. Видна да не одна, а сразу четыре. Совсем скоро здесь появятся две баскетбольные площадки, волейбольная и еще хоккейный корт. Эта школа станет, пожалуй, самой любимой у детей, ведущих активный образ жизни и которые занимаются спортом. Внутри живут два спортивных зала со специальным резиновым покрытием, танцевальные классы, а еще отдельный блок под музыкальную школу. Там смогут заниматься сразу 300 детей. Я очень рад вообще за свой поселок, что у нас вот такое грандиозное здание построили. И главное, построили на месте, где болото всю жизнь было, неприглядно все такое. А сейчас просто хожу и изумляюсь, вот специально и много сюда вожу. Может на будущее ему удастся эту школу посещать. Сама школа четырехэтажная с большими просторными коридорами. Общая площадь участка 18 тысяч квадратных метров. Только проводку в здании рабочие прокладывают уже месяц, а система вентиляции протянулась на 8 километров. Однако строители обещают, все сделают в срок. На 1 сентября я думаю, что мы придем и здесь, так сказать. Убираем слово «думаю» и 1 сентября. 1 сентября. Правда, 1 сентября букетов на линейке не будет, да и звонок здесь прозвенит не раньше ноября, поскольку нужно еще согласовать все документы по проекту и пройти лицензирование. Окончание работы идет, работа по благоустройству и пусконаладочная работа. То есть все эти системы надо между собой. Система вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации, видеонаблюдение. И еще ряд систем, которые для инвалидов голосовая система. Будет тоже очень сложная и дорогая. То есть их надо между собой согласовать, чтобы они работали все как единое целое. Построить такую большую современную школу в Рыбинске стало возможным благодаря национальному проекту образования. Проект был разработан индивидуально, специально для этого места. Здесь учтены все самые современные требования для проведения образовательного процесса. 600 миллионов рублей был контракт на эту школу. По данным проектам 96% это федеральные деньги, 4% это региональные и деньги города Рыбинск. Современная спортивная площадка вскоре появится и у Аню, так точнее у детского сада номер 92. Здесь на данный момент строят ясли, они как раз и располагаются на месте старой спортивной площадки. Но пришлось строить новую. Поверх асфальта здесь положат специальное резиновое покрытие, на газоне установят ворота. И баскетбольные кольца специальные для малышей, а также различные гимнастические снаряды. Возводить новые ясли начали в декабре прошлого года. Сейчас работы близятся к завершению. И строители уже заливают полы. Общая площадь помещения 600 квадратных метров. Вскоре сюда смогут пойти 40 малышей в возрасте от полутора до трех лет. Создавали проект с учетом возраста детей. Придумывали название групп. Было несколько вариантов. Веселый паровозик и солнечные зайчики. Будут тематические стенды представлены. И в плане мебели тоже будет отражаться занавесок и всего интерьера. Проект новых яслей современный. При планировке учли и возраст новых хозяев. Здесь большая площадь ванных комнат, теплые полы, просторные группы и большая игровая музыкальная комната. Подрядчик адекватный. Он постоянно на связи. Все замечания устраняются вовремя. Как я уже сказал, строительство идет в графике, поэтому особых нареканий нет. Объект будет сдан уже в начале осени, а первые зайчики и паровозики придут сюда в ноябре. Наталья Антонова, Георгий Иванов. День в событиях.